Добрый вечер! В эфире «Весец Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске «Весей». И вот о чем расскажем. В 2024 году в Карачаево-Черкесии, согласно принятым заявкам, заключенным договором, договорам будут построены газопроводы к более чем тысячам домовладениям. Техническое состояние транспортных средств, нарушение ПДД, оказание услуг туристам. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в Архызе. Переход выставка жеребцов карачаевской породы. Сегодня в Малокарачаевском районе был дан старт всего более ста всадников. Он и в 70 лет столь же активен, полон идеи и надежд. В Черкесске прошел межрегиональный турнир подзюдов в честь Аюба Пшмахова. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов принял участие в заседании Федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Александра Новака. Участники заседания обсудили текущие ситуации по реализации поручений президента России Владимира Путина по социальной догазификации частных домовладений. В целом, с начала действия программы социальной догазификации жителями Карачаева-Черкесии было подано более 5000 заявок, уже заключено 4715 договоров. Работа идет в соответствии с планом графика в целях поддержки отдельных категорий граждан, в том числе и для семей участников СВО. В региональном бюджете предусмотрены средства на субсидирование заявителям строительства газопровода внутри земельного участка или на приобретение газового оборудования. Также сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке и проведению 15-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум», который пройдет с 14 по 19 мая. Заседание Оргкомитета провел его председатель, вице-премьер Марат Хуснулин, который отметил, что задача форума – укрепить сотрудничество с мусульманскими странами, которых Россия считает своими надежными стратегическими партнерами. В рамках форума пройдут сессии по актуальным темам, в том числе по таким, как инвестиции, исламские финансы, культура, спорт, наука, туризм, международная политика и другие темы. Карачаева-Черкесия традиционно является постоянным участником форума и работы группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Площадка форума – важная возможность для регионов Российской Федерации показать свой потенциал для отечественных и зарубежных инвесторов, считает глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сотрудники госавтоинспекции муниципального отдела МВД «Россия» Зеленчукский в Архизе провели оперативно-профилактическое мероприятие. Особое внимание уделялось сфере оказания услуг туристам. В ходе рейда полицейские обращали внимание на техническое состояние транспортных средств, повышенной проходимости, а также автомобили, в конструкцию которых внесены изменения и соблюдения водителями правил дорожного движения. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили 24 административных правонарушения. Также в ходе мероприятий сотрудники рассказывали водителям и пассажирам о том, как противостоять словомышленникам, желающим незаконно присвоить их деньги. вручали тематические памятки, а несовершеннолетним пассажирам светоотражающие браслеты, листовки, которые распространяют полицейские, отражают наиболее часто встречающиеся виды мошенничества и методы борьбы с ними. Три дня и три ночи на лошадях карачаевской породы проведут участники конного перехода, посвященного Дню возрождения карачаевского народа. Сегодня в 6 утра в Малокарачаевском районе был дан старт. Колонна двинулась в путь с территории конного завода «Карачаевский». В масштабном мероприятии принимают участие более 100 всадников, среди которых наши земляки, принимавшие участие в специальной военной операции. Приехали на переход также гости из Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Всадники несут флаги Российской Федерации, Карачаева-Черкесии и Знамя Победы. Участникам предстоит пройти сложный маршрут по горной местности. Сегодня первая дистанция в 90 километров. По итогам экспертная комиссия определяет топ-20 жеребцов, которые будут допущены к различным конкурсам в последующем. Напомню, организаторами выступила Ассоциация «Карачаевский Хорс» при поддержке Минсельхоза Карачаева-Черкесии, Конного завода «Карачаевский» и по инициативе общественной организации «Харачай-Алан-Халк». Накануне на базе племенного конного завода «Карачаевский» прошло собрание, где зарегистрировали всех участников конного перехода. Говорили напутственные слова. Из Малокарачаевского района репортаж Аллы Качиевой. Такого же мнения практически все горцы. Казбек Бастанов, как и все, со своим четвероногим верным другом Листопад будет участвовать в переходе, посвященном Дню Возрождения Карачаевского народа. Но за день до самих соревнований организаторы проводят собрание. Инструктируют, говорят напутственные слова от старейшин, главы правительства Карачаева-Черкесии. «Данное мероприятие, я считаю, очень важное для нас. И это показывает, что наша гордость карачаевской породой лошадей действительно выносливая. И, по моему мнению, она единственная порода лошадей, которая может преодолевать такие расстояния и при этом показывает хороший результат». Сотрудники ассоциации «Карачаев-Хорс» проводят регистрацию, в ходе которой проводится оценка кондиций жеребцов. Перемериваются росты и обмеры. А известный фотограф Ольга Бабенко формирует стенд для создания базы экстерьерных фотографий. И только после всех этих мероприятий в путь, и причем не близкий. Маршрут сложный. От малого Карачая до большого. Около ста участников на лошадях карачаевской породы пройдут несколько сотен километров по горной местности в течение трех дней. Со мной в кадре пятилетний жеребец карачаевской породы по кличке Олимп. Владелец Ильгизский ямов из Татарстана уже более 10 лет занимается разведением породистых животных. Карачаевская порода лошадей меня заинтересовала, во-первых, своими ходовыми качествами, потом неприхотливостью и выносливостью. Моего четвероногого друга зовут Олимп. И мы с ним первый раз хотим пройти этот маршрут. Массовый конный переход проводится третий год подряд. Общеизвестно, что карачаевская порода лошадей максимально адаптирована под естественную горную местность. И участникам не составит особого труда пройти данный маршрут. Экспедицию будет возглавлять Осман Тикеев. Это мероприятие имеет характер выявления лучших жеребцов, чтобы они производили лучшие потомства, выявлять лучших и чтобы лучшие имели спрос. Чтобы от них приобретались жеребята, чтобы не тратилось время зря. Чтобы одну лошадь зрелую вырастить, надо минимум 7 лет. Чтобы человек мог приехать из любой точки мира, и мы с уверенностью могли ему предложить уже проверенную лошадь, чтобы он не тратил годы своей жизни зря. Член Ассоциации Карача-Хорс добавляет, что мероприятие также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти предков. Осман Тикеев отметил, что маршрут будет пролегать под плата Бермамыд. ДжПРС будет фиксировать пройденное расстояние. Останавливаться первую ночь всадники планируют на Гумбаши. Следующей точкой станет Худес, а финишировать конники будут в ауле Учкулан. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о доставке гуманитарного груза в Орск, конкурсе «Хрустальные звездочки» и о турнире в честь Аюба Пшмахова. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14, температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 22. В Черкесии без осадков ветер южный 5-10, температура ночью 10-12, днём 30-32 градусов тепла. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова жителям Орска доставлен гуманитарный груз 20 тонн питьевой воды. Карачаева-Черкесия, как и другие субъекты России, пришла на помощь оренбуржцам, которые пострадали в результате наводнений. Помощь уже доставлена и в скором времени будет распределена по пунктам временного пребывания жителей. Напомню, что гуманитарный груз был сформирован при поддержке сенатора Ахмата Салпагарова и Крыма Казанокова, регионального отделения «Единой России», отправлен при помощи МЧС по Карачаево-Черкесии. Самые талантливые дети со всех уголков республики приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звездочки». Ребята продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, в вокале и хореографии. За ходом музыкального состязания наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная цель конкурса фестиваля – создание устой для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Фестиваль наш направлен не только на выявление и развитие творческих детей, но и формирование личности ребенка, развитие духовно-нравственного воспитания и сохранение семейных традиций. Также от имени Молодежного совета Управления судебных приставов республики всех участников и гостей конкурса фестиваля поприветствовал заместитель председателя совета Эльвира Карабашева. Всего в концертной программе музыкального конкурса было представлено более 40 номеров. Каждый из юных музыкантов старался продемонстрировать профессиональную игру на инструменте, вызывая бурю аплодисментов у зрителей. Мне на гитаре играть очень интересно. Это очень звонкий инструмент и на нем можно играть разные красивые произведения. Победители оригинального этапа конкурса, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». Альхан Эпшоков, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Заслуженному тренеру России Аюбу Пшмахову исполнилось 70 лет. Своеобразным подарком Аюбу Ибрагимовичу стал межрегиональный турнир под дзюдо. За соседаниями в спорткомплексе «Юбилейный» наблюдал корреспондент Артур Мхце. Он и в 70 лет столь же активен, полон идей и надежд, как в 27, когда только начинал тренерскую карьеру. Чтобы поздравить Аюба Пшмахова с очередной покоренной возрастной планкой, в спорткомплекс «Юбилейный» в Черкесске пришли многие именитые спортсмены и наставники. Среди них, можно сказать, легенда отечественного спорта Вячеслав Пчелкин. На примере мэтра дзюдо и самбо Аюб Пшмахов когда-то учился, а теперь сам является тренером, опыт которого стараются перенимать коллеги. Самбо, самозащита без оружия – это наш национальный Советский Союз, российский вид спорта. И мы все стремились туда попасть. Мой старший брат во всем виноват. Он на 7 лет старше меня. Он из аула приехал в город. И в городе он начал заниматься Вячеславом Пчелкином, Хаджимурата Джадирова. Два тренера, которые к нам приехали, сами занимались уже мастерами спорта. И оттуда все началась моя карьера. Далеко не каждый спортсмен по окончании активной карьеры может стать хорошим тренером. Однако Аюбу Пшмахову это удалось. О чем и говорили многие почетные гости межрегионального турнира, где главным виновником торжества был именно он – тренер. Самое главное, что он является педагогом, который воспитывает достойных людей, настоящих патриотов нашей страны, которые сегодня трудятся во многих сферах и производства, и в госструктурах, и в правоохранительных органах. И достойно несут имя своего тренера. Я не могу сказать, чтобы он прям был очень строгим. Он, как каждому, находил подход. Где-то, конечно, в меру строгий. Спортсмены – народ такой, что где их чуть-чуть расслабишь, там и начинает протекать, как говорится. Но мы старались выполнять все команды тренера. Прошедший под сводами юбилейного турнира подзюдо со 150 участниками пока сделал в популярности лишь первый шаг. Воспитанники Аюба Пшмахова и представители Республиканского спортивного ведомства приурочили его к юбилею тренера. Однако придание соревнованиям ежегодного статуса, несомненно, поможет заинтересовывать единоборствами и здоровым образом жизни все больше людей из разных регионов страны. Артур Макцелебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Умники и умницы Карачаево-Черкесии 2024. Ежедневно на нашем канале в 17.00 смотрите четверть финал 11-й Республиканской Олимпиады школьников «Умники и умницы». Участники Олимпиады продемонстрируют свои знания в изучении иностранных языков, русского, литературы, мировой художественной культуры, истории, общества знания, экономики и права. Самое красивое плато Карачаево-Черкесии – Бермамыт. В самой высокой точке он достигает 2592 метра. Наверху жителей и гостей ждет впечатляющая панорама главного Кавказского хребта и чистейший горный воздух. Отсюда огромная двуглавая гора видна как на ладони. Скалистое плато окружено просторными горными долинами и альпийскими лугами. Об истории и легендах Пермамыта смотрите завтра в 16.30 на нашем канале. Программу Медины Джан Кезовой. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»